Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Таран, я блогер и военный аналитик. В прошлом, некоторые из вас знают, я был генеральным директором Ялтинской киностудии с 2006 по 2010 год. И в принципе, эти все мои профессии, как кино, аналитика, они все взаимосвязаны, они связаны с тем, что это искусство рассказывает человеческие истории. Программа «Информационная война» мы выбрали специально самое хлесткое, самое неожиданное название, которое должно отображать суть происходящих сегодня вещей. Все-таки, как ни крути, мы с вами находимся на грани какого-то гражданского конфликта, который происходит по фронту Киев-Симферополь. И на самом деле информационная война, в чем ее основное преимущество и отличие от горячей, что люди не гибнут, и это слава богу. И вот, чтобы понять, что происходит во время этой войны, какими гаубицами, какими автоматами стреляют в головы наших сограждан, эту программу мы и учреждаем, и она будет строиться на следующих принципах. Сегодня вводная программа, во время которой я расскажу исходные данные, кто с кем сражается, количество игроков, за что сражается каждая сторона и что происходит на территории страны, которая называется Украина. Следующие выпуски программ будут строиться по принципу не монолога, а диалога. То есть в эфире, здесь у нас в студии, будут задаваться вопросы и будут выслушиваться мнения людей, которые участники этой информационной войны. Это не значит, что они ведущие каких-то телевизионных шоу, это не значит, что это политики, я не знаю, там, какие-то демонстранты на улицах. Это простые домохозяйки, это простые граждане страны, живущие в любом регионе страны, от Киева до Львова, Донецка, Харькова, Луганска и Крыма, которые имеют свою точку зрения, которая устоялась и которая их заставляет чувствовать себя неспокойно. В стране что-то происходит не так. Собственно, это и есть информационная война. Сегодня я расскажу об исходных данных. Что происходит на нашей территории, во что мы ввязались, почему так произошло, кто, собственно говоря, предал, кто бездействовал, а кто участвовал. И это, мне кажется, является основным и принципиальным постулатом, почему мы сегодня воюем. Пока что только информационным. В китайских стратагемах есть одна такая очень важная теория, аксиома, которая заключается в том, что позиционная борьба ведется для того, чтобы достичь победы без единого выстрела. Если вы помните, в этом марте месяце исполняется 23 года известному референдуму Советского Союза, который происходил в марте 1991 года, на котором выносилось всего лишь два вопроса. Сохранить ли Советский Союз как содружество союзных государств, либо не сохранять. Сегодня у монумента дружбы, где сходятся границы Белоруссии, России и Украины, прошел митинг представителей трудовых коллективов, интеллигенции, военнослужащих, ветеранов войны и труда, трех братских республик. Тысячи людей из Брянской, Черниговской и Гомельской областей собрались, чтобы выразить свое отношение к референдуму. Участники митинга приняли обращение к народам Советского Союза, в котором призвали сохранять разум и спокойствие, не поддаваться эмоциям и проискам тех, кто пытается расколоть Союз. Этот референдум с подавляющим большинством принял решение, на референдуме граждане Советского Союза приняли такое решение, сохранить Советский Союз. Тем не менее, именно в этом году, в результате сложной позиционной и информационной борьбы, Советский Союз как бы распался, и мы получили то, что мы получили. 8 декабря 1991 года в Белорусской резиденции партийных лидеров Вискули было подписано знаменитое Беловежское соглашение. Советский Союз перестал существовать, и родилась новая структура Содружества независимых государств. Хроника тех дней в материале Дмитрия Кочеткова. Советский Союз в том времени существовал только на бумаге. Лишь две республики из 15-я, Россия и Казахстан, не заявили о полной независимости. Летняя попытка подписать новый союзный договор, сорванный за августовского путча. А 1 декабря все надежды обновить Союз разрушил референдум на Украине. Конечно, при желании можно было собрать из остатков страны конфедерацию. Но вопрос, было ли это нужно главам республик, они на глазах превращались во влиятельных лидеров. В зарубежных столицах их принимали почти на равных. И вот исторический момент. Лидеры славянской тройки ставят свои подписи. Станислав Шушкевич на правах хозяина объявляет о распуске СССР и образования СНГ. Мы подписали соглашение о том, что мы учреждаем Содружество трех независимых государств. Если посмотреть на итоги этой 23-летки, то мы с вами можем увидеть очень интересные моменты ситуации. Если кто помнит, то в 1991 году население Украины составляло порядка 54 миллионов человек. Вообще, население и демография – это ключевой параметр любой войны между разными нациями, народами и цивилизациями. Так вот, Украина в составе Советского Союза имела население 54 миллиона человек. При этом, она, нужно обязательно понимать, имела прирост населения порядка 300 тысяч человек в год. Это не шуточки. Так оно и есть. По инерции до 1992 года такие темпы прироста населения сохранились. Но, тем не менее, с 1993-1994 мы начали потихонечку вымирать. Основными причинами вымирания стали банальные вещи, которые называются деиндустриализация. То есть предприятия, которые отличали Украину как одну из наиболее развитых экономик европейского континента, эти предприятия стали закрываться, их стали пилить на металлолом, их стали распродавать. И в результате мы просто банально потеряли то количество мест, которое могло обеспечить хлебом насущным такое количество населения. Люди с высшим образованием, инженеры, которые строили космические корабли, которые создавали достаточно сложные инженерные и машиностроительные изделия, они вышли на рынок и начали торговать импортом. Получился не только перехват управления политический, получился перехват управления экономический. Когда Украина как страна, имевшая до 40% мировых рынков, вдруг их все потеряла и стала все на свою территорию импортировать. Хорошо это или плохо судить вам, но тем не менее, если каждый человек не даст соврать. Если человек заходит в аптеку, он смотрит на весь этот ассортимент, он видит, что там нет ничего практически украинского. У нас всего два завода и те не покрываются их потребностями. И так, собственно говоря, во всех остальных отраслях. То есть Украина из мирового экспортера стала зерновым придатком западной цивилизации, потеряла весь свой промышленный потенциал и начала медленно, но уверенно сокращаться в населении. Если в 1991-1992 году Украина прибавляла по 300 тысяч в год, рождалась. То есть рождаемость превышала смертность на 300 тысяч в год. То сейчас, если посчитать убыль населения с 1992 по 2003, у нас порядка 45, говорят, миллионов. Но поскольку перепись населения не проводилась, то некоторые независимые эксперты утверждают, что в Украине население менее 40 миллионов. То есть если вычесть 14 миллионов за 20 лет, то можно посчитать во сколько голов людей мы вымирали в год. И это на самом деле страшные вещи. Это вопросы выживания народа, это вопросы национальной безопасности и это вопросы власти. Я сейчас вернусь к информационной войне, которая идет по фронту между Киевом и Симферополем. И эта информационная война, она не против Киева. На самом деле я твердо уверен, я хочу, чтобы так случилось, чтобы ни единого выстрела в этой войне между Севером и Югом в Украине не произошло. Весь конфликт происходит только в головах, только в том, что люди не понимают, что происходит. Они забыли, откуда все вытекает, кто является основными кукловодами нынешнего конфликта и что, собственно говоря, произошло. Что? Автономная республика Крым объявила о референдуме, в котором будут вынесены исторические вопросы. Вопрос первый – это воссоединение с исторической родиной, с Российской Федерацией. С Россией. Российская Федерация – это просто аватара той большой страны, которой уже очень-очень много столетий. И это все понимают. Украина – это страна, которая, если посмотреть в историю, само название административно, оно закрепилось в 1916 году указом австрийского императора из династии Габсбургов, который переименовал Великое Княжество Русское, входившее в состав Австрийской империи, и назвал его Украиной. Не нужно забывать, что этому указу предшествовал двухгодичный геноцид русинов, которые жили в Западной Украине. Это было в годы Первой мировой войны. Это 2014-2015 год. В 2016 году, когда зачистили территорию и убили русских русинов, живших на этой территории, и заселили их восточными поляками, австрийцами и другими народами, и перемешали весь этот котел, они назвали новое образование Украиной. И так мы имеем вот этот вот польско-австрийский проект, который, собственно говоря, и дожил до сегодняшних дней. Это если строго, никого не обижая, просто посмотреть на факты истории. И вот конфликт между Киевом и Симферополем, который сейчас происходит в плоскости юридической. Киев утверждает, что Крым сепаратисты, а Симферополь утверждает, что в Киеве власть нелегитимная, захвачена в результате вооруженного переворота. Так вот, это только самый верхний этаж конфликта. На самом деле, исторически сложилось так, что конфликт ментальный, генетический и родовой. То есть русские люди, которые живут на этой территории уже несколько столетий, они, может быть, и истории-то не знают, но они четко чувствуют спинным мозгом, что здесь жили русские люди, говорили на русском языке, даже ругались на русском языке. И вдруг так получилось, что за последние 23 года гуманитарная политика в Киеве захвачена людьми, которые говорят на другом языке, которые на самом деле другой конфессии, у которых другие принципы, у них нет такой широты души и такого взгляда на мир. Вот это и есть глубинная причина конфликта, который сейчас произошел. Это если рассматривать исключительно ментальные вещи. Но не будем забывать об экономике. В 1991 году, кроме того, что произошла деиндустриализация, наплыв импортных товаров, лекарств на территорию Украины, в 1991 году произошла такая вещь, которая называется олигархический способ управления. То есть на местах были посажены люди, которые начали скупать активы незакрываемые, те, которые более-менее интересны, которые... Все активы у нас зарегистрированы в офшорах с английской юрисдикцией. Страна стала оккупированной, скрыта. Это скрытая оккупация. То есть внешне у нас есть конституция, у нас есть все атрибуты власти, но, тем не менее, гривна у нас это дериватив доллара, и наши все предприятия, вся экономика зарегистрирована в офшорах с английской юрисдикцией. На территории Украины есть смотрящие за этими активами. Считается, как бы, что они являются владельцами этих заводов, газет, пароходов, но на самом деле конечных бенефициаров в английских офшорах никто до конца даже и не знает. И вот эти люди, собственно говоря, и являются теми олигархами, а есть такое народное слово, аллигаторами, которые стоят над властью. То есть, что аллигаторы скажут, то власть и делает. В России это явление называлось семибанкирщиной. Это были вторая половина 90-х годов. Большая заслуга Владимира Владимировича Путина и всей структуры, которая стоит за ним, заключалась в том, что аллигаторы в Российской Федерации из положения над властью были переведены в положение под властью. Те, кто с этим были не согласны, а их фамилии известны, это Березовский, Гусинский, Ходорковский, все понимают, что с ними произошло. Это является ключевой функцией русского государства. Это было перевести кулаков, мироедов и людей стояковых по деньгам под власть, чтобы они не контролировали территории и не грабили их беспредельно. В Республике Беларусь человек по фамилии Лукашенко провел эту операцию намного быстрее. Ну, сколько той Беларуси. В Российской Федерации процесс занимал несколько лет после прихода Владимира Владимировича Путина. В Украине, а, нужно заметить, что и Путин, и Лукашенко сделали эту операцию по переводу олигархов с положения над властью в положение под власть в первую каденцию. У нас наши президенты Кравчук, Кучма, Ющенко, поскольку они были ставленниками олигархата, они ничем этим не занимались, и только Виктор Федорович Янукович, как бы к нему кто ни относился, он в первую каденцию начал делать именно те же вещи. А из-за чего, собственно говоря, произошел Майдан, в результате которого произошел в Киеве вооруженный переворот. В чем заслуга Януковича, либо, вернее, в чем состояли его цели и задачи? Это не очевидно, ни одно СМИ об этом не напишет. На самом деле, если перечислить всех основных аллигаторов Украины, фамилии все известны, они сидят по областям, то основной их принцип формулируется так. Налоги платят лохи. Это значит, что бюджет Украины, как республики, всегда формировался за счет так называемого среднего бизнеса. Не среднего класса, средний класс – это все вольные наемные, это люди, работающие на аллигаторов. А именно среднего бизнеса – это рыночные торговцы, это владельцы кафе, ресторанов, парикмахерских, это люди, оказывающие услуги, либо какое-то небольшое производство. Так вот, бюджет всегда формировался за счет среднего бизнеса и никогда не формировался за счет аллигаторов. У аллигаторов всегда были схемы, которые называются стирка. То есть прибыль, выручка полученная в результате производства либо торговли на территории страны при помощи их активов всегда канализировалась и выводилась в те самые офшоры, где сидят конечные бенефицары, которых мы даже в лицо не знаем. И вот этот финансовый инструмент получения сверхприбыли за счет ограбления Украины и являлась той точкой силы, при помощи которой они фактически управляли страной. И тут приходит Виктор Федорович Янукович. На самом деле Виктор Федорович Янукович вышел из Донецкого региона. Нужно понимать, что Украина в олигархическом плане состоит из следующих регионов. Это крупные промышленные районы. Это Одесский крупный район, он портовый, он больше ориентирован на хаб, связанный с товарооборотом в и из Украины. Это Днепропетровский промышленный узел, который подтягивает под себя Кривой Рог, Запорожье и так далее. Это Киев, естественно, и это Донецк. Сама история 23-летней независимости, она заключалась в том, что крупные олигархи трех промышленных регионов, а именно Киев, Днепропетровск и Одесса, они начинали захватывать власть при помощи отжима любого бизнеса. Сначала это было связано с рэкетирами, потом это было связано с переструктурированием, потом это было связано с тем, что в пенитенциарную систему были посажены свои люди. Потом уже, когда машина набрала обороты, эта олигархическая структура даже начала назначать лично глав райотделов. И вся эта машина, которая кормится олигархами, и они находятся над властью, она вот 23 года вела страну к тому состоянию, в результате которого мы вымерли на 14 миллионов человек. Мы потеряли свои 40% мировых рынков сбыта, потеряли свой экспортный, научный, инженерный потенциал. И сейчас мы находимся вот в этом состоянии и говорим, дайте кто-нибудь 15 миллиардов, чтобы страна не оказалась на уровне дефолта. Виктор Федорович Янукович, придя сюда, и будучи выходцем из Донецкого региона, который имеет некоторые отличия от Одесского, Днепропетровского и Киевского, он пришел сюда, и будучи человеком глубоко религиозным, он понял, что так дальше длиться не может, и он понял, что надо делать что-то и менять саму структуру власти. Фактически, ему надо делать то, что сделал Лукашенко и Путин в первую каденцию. Ему надо перевести олигархов из положения над властью в положение под властью. Для этого, естественно, были радужные ощущения, что это сделать достаточно несложно, достаточно несколько указов. Понятно, что президенты в Украине всегда назначаются и утверждаются в Вашингтоне, поскольку мы де-факто оккупированная страна, и у нас есть метрополия. Если кто не знает, у нас текст Конституции, текст закона о Национальном банке написан американцами, а потом переведен на украинский язык, и там даже перечисления, пункт первый, пункт второй, пункт третий, не в алфавитном порядке славянского языка, а в алфавитном порядке английского. И это документы, которые здесь навязаны. Нужно сказать, что в 1991-1992 году те самые депутаты Верховного Совета УССР, которые осуществили государственный переворот, деньги получали самолетами за принятие законов выгодных метрополий. Так вот, Виктор Федорович Янукович, отыграв всю игру, связанную с вхождением во власть, получив благословение Вашингтонского обкома и придя в Киев, столкнулся с проблемой, что вся вертикаль, и вертикально, и горизонтально, выстроена предыдущими олигархическими группами. И, кроме того, что у него в администрации президента, вокруг него масса договорных должностей, которые навязаны Вашингтоном, он понял, что саботаж, маскировка и дезинформация происходит на каждом этапе. Для того, чтобы поломать эту систему, ему пришлось играть в игру. Всему общественному мнению, всему информационному пространству был вброшен тезис о том, что Янукович идет любой ценой на второй срок, и других целей у него нет. На самом деле, есть большие ощущения полагать и считать правильным, что таких целей не ставилось даже изначально. Его задача была сломать систему, уйти и, как Ельцин, назначить преемника. Потому что сломать систему, чтобы скрылись все, можно было только непонятными, нестандартными ходами, которых никто не ожидает. Киевская группировка олигархическая, которая еще в 2004 году делала ставку между Ющенко и Януковичем, они были куплены тем, что Янукович вроде бы человек простоватый, в камеру говорит плохо, и физиогностически он похож на человека, которым легко управлять. Но не тут-то было. Оказалось, что Янукович это игрок достаточно высокого ранга, калибра, и он неудобный игрок. Неудобный игрок, знаете, в футболе, в теннисе есть игроки, которые в рейтингах ни на первых, ни на вторых местах, так где-то пятое-десятое, но ведущие игроки их не могут пройти. Ну потому что непрогнозируемо, как он себя поведет, как он будет играть, какой он сделает ход. Вот это основная черта Януковича, в результате которой мы пришли к ситуации, когда вскрылись все. Мы вернемся к информационной войне между Киевом и Симферополем, но я закончу историю, связанную с Януковичем. Почему он сидит в Ростове и, собственно говоря, что сегодня происходит. Олигархи, получающие сверхприбыли со своих активов, зарегистрированных в английских офшорах, вывозящие ту прибыль за рубеж и влияющие через своих персон влияния в правительстве, в администрации президента и так далее, они фактически форматировали страну, и в этом узком коридоре достаточно сложно было сделать шаг влево, шаг вправо. Для того, чтобы поломать эту систему, было введено порядка 50 менеджеров, фамилии вы их все знаете. Это Министерство юстиции, это Министр внутренних дел и Министерство доходов и сборов. То есть было введено несколько ключевых менеджеров, основная задача которых была пошагово порезать возможности грабить страну и саботировать вот эти вот реформы. Что сделал Захарченко? Почему на него в 2013 году была такая массированная атака? Он продавил изменения Уголовно-процессуального кодекса. Это значит, что АБЭП и другие структуры потеряли инструмент возбуждения уголовных дел ради заработка. Нельзя сказать, что совсем потеряли. Но возбуждать огульно уголовные дела для того, чтобы потерпевший пришел и заплатил за закрытие уголовных дел, стало на порядок труднее. Кроме того, были убраны масса фирмочек, которые получали всякие платежи и сборы за всевозможные справки, справки освобождения и так далее. Все было сведено в единую систему, в одно окно. Реформа? Реформа. А удобная стране? Безусловно. Удобная гражданам? Безусловно. Олигархи потеряли финансовые потоки? Если бы вы знали, какие финансовые потоки были потеряны в результате таких вот обрубающих коротких ходов, то вы бы поняли, собственно говоря, всю степень ненависти к человеку по фамилии Захарченко. Захарченко. Законов, обеспечивающих реформирование налогообложения. Но все понимают, что олигархи как стирали, так и стирают. И вот пик стояния на Майдане пришелся как раз на 16 число, когда в результате маскировки, когда всему обществу было сказано, что сейчас примутся законы не носить каски на площади, не запретить НПО получать деньги без обозначения как иностранных агентов, шумели по этим двум основным тезисам. Но на самом деле основным законом в этом пакете был закон по налоговой службе. Этот закон закрывал возможность стирки денег. И когда депутаты, проголосовавшие рукой после того, как оппозиция заблокировала трибуну и проголосовала весь пакет, депутаты вышли из Верховной Рады и вдруг обнаружили, что они сами себя наказали. А все наши депутаты это промышленники-олигархи, либо ставленники-олигархов. То есть они поняли, что они отрезали себе возможность получения сверхприбыли. И вот тут вот и начался вот тот Майдан с применением оружия. Это я все сейчас рассказываю скрытые причины государственного переворота, которые привели к тому, что нынешняя так называемая киевская власть, она сегодня делает прежде всего атаку и реформирование Минздоха, очень эффективного инструмента по собиранию налогов и опять растаскиванию разных контрольных функций и административных функций государства по разным ведомствам, для того, чтобы было удобнее петлять. Собственно говоря, вот такими вот реформами Виктор Федорович Янукович, при всем при том, что он не отыграл свою роль, как бы того хотелось всему народу, он подвел страну к тому, что вскрылись все. Казалось бы, губернатор Харьковской области и мэр города Харькова, человек, провластный человек, присягнувший Киеву несколько раз в телевизор и сто раз без телевизора, который собрали незабываемый так называемый съезд Украинского фронта, который собирал лидеров первичных организаций партии власти. Я хочу этих национал-рагулей предупредить. Территория Харьковской области для вас закрыта раз и навсегда. Сунете сюда с вашими законами, правилами и уставами, тронете наших учителей, будете оскорблять наших ветеранов, будете пытаться испортить наших детей. Я вас предупреждаю через ваших представителей в этом зале. Мы вам ваши портреты Шухевича и Бандер засунем в все места вашего тела, где будет более комфортно, чем на Харьковских стадионах и на улицах. Только не забудьте их предварительно в трубочку скрутить. Тем не менее, как только прозвучала команда из Центра управления, они тут же перелицевались. И, собственно говоря, есть масса информации о том, что когда Янукович летел на съезд Украинского фронта, его там же и хотели арестовать. То есть получается, что олигархическая система управления страны, то есть когда в каждом областном центре, в каждой структуре силовой сидели люди подконтрольные вот этой пирамиде с 23-летней историей, вот чтобы ее поломать, нужно было положить себя в жертву. Что, собственно говоря, Янукович и сделал. При всем при том, что он в кадре смотрится плохо, говорит плохо, и его цели, и чего он хочет, до конца непонятны. Сегодня он сделал заявление в Ростове. Второе, он четко обозначил, кто есть кто, и напомнил Западу, что новая власть нелегитимна. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы все понимаем, что эта неделя будет очень насыщена в информационном плане, в плане информационной войны. Мы все с вами работаем на то, чтобы не пролилась ни капля крови, чтобы не было ни единого выстрела. Самое главное – продержаться до Пасхи. Вообще все события этой весны, они имеют очень многие признаки эзотерики. И все, что делает Янукович, а не будем забывать, что это глубоко верующий ортодоксальный человек, и его духовники находятся на Афоне, основная заслуга Януковича заключается в том, что с ноября месяца он удержал страну от большой крови. Удержать страну от большой крови – это не дать ей развиваться по сирийскому сценарию. Если бы он дал команду Беркуту зачищать Майдан, то были бы включены не просто боевики правого сектора, а были бы включены боевики, которые с пулеметами валили бы людей. В результате бы на телекартинке, а вы все понимаете, что средства у нас информации в Киеве, они все подвластны аллигаторам, они бы сняли преступления правового режима, и дальше бы играть в позиционную борьбу с Западом было бы на порядок сложнее. Мы бы фактически столкнули восточную и западную Украину, людей с разным языком, с разной религиозной конфессией, в конфликт, который уже однажды развалил Индию и Пакистан. Точно так же англичане уходили с Индией и Пакистана. И тоже Индия и Пакистан – это единый народ, но только две разные конфессии. Точно так же была разделена Югославия – это сербы и хорваты. Сербы православные, хорваты католики. И вот Янукович, петляя между этими обстоятельствами, он удержал Украину от большого кровопролития. Во-первых, он в ноябре не подписал ассоциацию. Это было достаточно неожиданно. Во-вторых, он не дал команду применять силу и разгонять максимально жестоко. Хотя ему все рассказывали о площади Тяньаньмынь, о том, что китайцы ни с чем не посчитались, и где Китай, а где мы. Но, тем не менее, он избавил страну от большой крови. Он не дал столкнуть украинцев между собой. А как только он вышел из игры, то оказалось, что все его враги – олигархи – столкнулись между собой сами. В этом, собственно говоря, и является красота того хода, который сделал Виктор Федорович Янукович. При всем при том, что он говорит достаточно плохо на телевизор и не совсем понятно, что он делает. Но, тем не менее, он неудобный игрок. Таким образом, сейчас мы находимся в позиционном положении, когда Крым, как самый неолигархический район, как самая русская территория, посмотрим на все, что происходит в стране. А страна фактически, как только перехватили управление в Киеве, на местах агенты Запада тут же легли и перекрасились. Как только приехали боевики валить памятник Ленина в Днепропетровске, Днепропетровск тут же переименовал площадь Ленина. То же самое происходило в других областных центрах. То есть страна была готова полностью лечь под Запад. Это фактически замаскированная под боевиков иностранная интервенция. Фактически в стране сейчас происходит иностранная интервенция. И только единственная автономная республика Крым, как самая русская и самая неолигархическая территория. У нас тоже хватает богатых людей. Но тем не менее они не забывают о своих корнях. Вот Крым посмотрел на всю эту ситуацию и сказал, да идите вы нафиг. Он взял и поступил принципиально. То есть это Крым сейчас олицетворяет нормального русского мужчину, который в случае драки не включает заднюю, не начинает искать принципы оправдания, не начинает объяснять, где у него в кармане спрятаны деньги. А он говорит, ах так, и он поступает так, как должен поступать мужчина в ситуации, когда пришли грабить его дом. В этом основное информационное преимущество той позиции, которую заняли жители автономной республики Крым. Понятное дело, что людей, живущих севернее нас, обрабатывают информационно очень сильно. Все телевизионные каналы, которые работают на службе у наших аллигаторов, они просто ковровыми бомбардировками обрабатывают мозг, позвоночник, начинают рассказывать людям, что было, что будет, чем сердце успокоится. Шутка ли? Я разговаривал по телефону с женщиной, она живет в Киеве, ей 61 год, она 53-го года рождения. И она мне говорит в телефон, Путин, это такой гад, я сама бы взяла автомат, я бы сама защищала нашу Украину. Я, секундочку, ты какого года рождения? Она говорит, 53-го. Ты когда родилась? Она начинает рассказывать, я начинаю рассказывать, ты прожила большую часть жизни, в какой стране у людей, зачеркивается дальняя память, у них только вот сегодня, завтра, послезавтра кусок хлеба и телевизор. И когда начинаешь людям пошагово, нетерпеливо включать вообще принципиальные вопросы, кто ты, чьих ты будешь, что ты делаешь на этом свете, чего, собственно говоря, ради коптишь это небо, у людей что-то включается, и они приходят к выводу, наверное, надо выключить пятый канал. Выключите пятый канал, либо слушайте его, но старайтесь не раскачивать себя эмоционально. Война, которая сейчас происходит, информационная, она происходит не на поле боя, и это, слава богу, она происходит в мозгах, она происходит по факту между народом Украины, неважно на каком языке он говорит, украинском, русском, крымско-татарском, неважно, кем работают люди, водят ли они автобусы, либо маршрутки, стоят на рынке, либо работают у станка, это война между работягами и паразитическим классом, который, знаете, мы не сеем, мы не пашем, мы готовы. И вот получается, что эта война должна завершиться нашей безоговорочной победой. Все события, которые прошли за последние 4 месяца, привели к тому, что вскрылись все. И вот эта информационная война, ее пояснение, ее аспектов, это и будет темой нашей программы, которая называется информационная война. Мы будем строить эту программу не в виде моих монологов, а в виде диалогов. Я прошу всех людей, которых интересует, что было, что будет, чем сердце успокоится в стране под названием Украина, звонить в студию, обращаться по скайпу, писать вопросы к нам в студию, и мы будем планомерно, спокойно разжевывать все движения экономических, финансово-промышленных групп, все движения спецслужб разных стран, которые работают на территории Украины. И мы попытаемся просто развести людей, готовых драться друг с другом до крови, объясняя им, что на самом деле происходит в Украине. Спасибо за внимание. Я ничего.